Алена и Дмитрий Птиченко увлекаются лыжным спортом уже третий год. На стадион стараются выбираться как минимум раз в неделю. Вот и сегодня по своему обыкновению готовятся встать на лыжню. Супруги отмечают, что заниматься на территории комплекса стало значительно комфортнее. Под занавес новогодних каникул на лыжно-биатлонном комплексе открыли пять новых трасс. Стадион стал намного комфортнее, чем даже по сравнению с прошлым годом. Лыжня подготовлена очень хорошо как для классики, так и для конькового хода. И спуски хорошие и позволяют тренироваться, я думаю, что лыжникам любого уровня подготовки, как и профессионалам, так и любителям. Новые трассы лыжно-биатлонного комплекса опробовала Сергей Петров. Мэр Ангарского округа написал об этом на своей страничке в Инстаграм. При этом отметил, что оттачивать мастерство лыжного катания на территории ЛБК может любой желающий, причем бесплатно. Ширина новых трасс – 10 метров. Это позволяет гонщикам идти на обгон, не мешая друг другу. Кроме того, такой параметр предусмотрен спортивными стандартами. У нас даже здесь, на этом комплексе, для любителей есть одни трассы, а вот для спортсменов, которые занимаются профессионально, здесь другие трассы. Здесь уже трассы, которые соответствуют перепадам высот. Конкретная длина трассы, перепад высот, количество подъемов, количество спусков. Все это регламентируется. И поэтому это все приведено в порядок, согласно требованиям. После того, как новые трассы будут обкатаны местными спортсменами, руководство комплекса планирует пригласить экспертов из Федерации лыжных гонок России. Если спортивный объект сможет пройти сертификацию, то в дальнейшем лыжно-биатлонный комплекс могут включить в план всероссийских соревнований по этому виду спорта. А на новых трассах будут сдавать нормативы на присуждение спортивных разрядов и званий. Александр Бучков, Владимир Селиванов. Местное время. Продолжение следует...